Константин Шеломанов с тростью вот уже два десятка лет. Но мужчина не отчаивается. Говорит, в жизни предостаточно поводов для радости. Несмотря на нарушение зрения, наш герой – активный пользователь гаджетов. Удивительно и то, что он любит читать. Как? Всё просто. По задумке производителя любой телефон может быть использован и незрячим человеком. Для этого нужно зайти в настройки и выбрать пункт «Спецвозможности». Тогда вся информация с экрана будет озвучиваться. Рабочий стол, значки, да? То есть я касаюсь пальцем значка, ну и синтезатор озвучивает. Вот мама, да? Если я сегодня жму, я позвоню маме. Ну, Олесе – это моя жена. Я позвоню Олесе. ФБ Ридер – программа для чтения электронных книг. При этом горожанин ведёт активный образ жизни. Работает инструктором-методистом в Тифлоинформационном центре и массажистом в спортивном диспансере. Потому ему приходится много и часто передвигаться по городу. И это с учётом того, что живёт он в седьмом микрорайоне. Здесь неоценимым помощником стало приложение по отслеживанию общественного транспорта «Бастайм», но адаптированное для слабовидящих и слепых. Теперь всё, что зрячий человек видит, инвалид по зрению может услышать. Мне стало гораздо проще пользоваться общественным транспортом городским. Если я вот стою на остановке, мне приходится подходить к каждому автобусу и спрашивать у людей какой это маршрут. То есть сейчас я могу выбрать необходимый мне автобус и просто ждать его. Я выбираю автобус номер 6. Слышу сообщение о том, что он прибудет меньше, чем через одну минуту. Я выбираю свою остановку, на которой я сажусь. Отмечаю пункт, что здесь. Следить за ближайшим. Ну, так как одна минута до прибытия, предложение сообщает мне о том, что автобус прибывает. Дойти до остановки, признается Константин, у него никогда не вызывало труда. На местности он ориентируется достаточно хорошо. А вот дождаться того самого маршрута, говорит, настоящая проблема. Теперь же и она решена. Восторг полный. Очень удобно. Мне всегда мечталось о таком приложении, потому что езжу я давно и много. Разработчики пошли навстречу. Тут уже одно это играет огромную роль. В том, что оно было адаптировано для незрячих и слабовидящих. То есть другие приложения аналогичные, в частности Яндекс.Транспорт, несмотря на то, что там заявлена поддержка, доступности, ее там по факту нет. Здесь ребята пошли навстречу, разработчики, и сделали его доступным на 100%. Это очень важно. Кстати, Бобруйск – первый город в Беларуси, в котором буквально на днях появилась такая уникальная возможность для особенных людей. К тому же российские разработчики создали и актуальные настройки. Например, возможность сохранять некоторые маршруты и остановки в избранное, чтобы при использовании приложения открывался определенный маршрут. Самой же идеей сделать транспорт доступней загорелась в менеджер социальных проектов общественного объединения инвалидов «Особый мир» Марина Абазовик. Приятно, что такие инновации начинаются именно с нашего города. Я связалась с представителями Бобруйского горосполкома, рассказала им об этой инициативе, меня поддержали, и мы совместными усилиями в течение месяца провели серьезную работу, результатом которой стало то, что у нас в Бобруйске появилось это приложение. У нас замечательные люди работают в горосполкоме, с ними очень комфортно работать, так как любая инициатива, ну, по крайней мере, я говорю именно о себе, о нашей организации, всегда поддерживается и оказывается всяческое содействие. В перспективе доработать программу и добавить низкопульность транспорта, чтобы человек на коляске мог понимать, на каком именно автобусе ему будет комфортно добраться. Плюс в приложении есть и чат, в котором пассажир может связаться с водителем. Сегодня же в Бобруйске проживает более 10,5 тысяч людей с инвалидностью, среди них более 500 с нарушением по зрению. Весь акцент на то, чтобы каждый горожанин почувствовал свою важность, и при этом она сопровождалась комфортом. Между тем, руку помощи рядом стоящего человека никто не отменял. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.